здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программу политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущий эдуард промер и геннадий промер 3 ноября в нашей стране прошли президентские выборы мы сейчас не будем обсуждать как они прошли что происходит и как и чему это все приведет я думаю на нашем радио это уже давно обсуждается мы повторяться не будем нас интересует абсолютно другой вопрос по но на теле бы обсудить за мы хотели бы обсудить я сейчас скажу какая тема дональд трамп как ни один другой президент сша сделал очень много для израиля для его безопасности для того чтобы израиль себя чувствовал уютно в этом мире более безопасно уже то что он перенес посольство из тель-авива в иерусалим она можно считаться символическим как угодно можно считать но он выполнил свое обещание которое он давал в 2016 году в праймерис и вместе с тем по сообщению интернет портала news.ru израил 77 процентов американских евреев проголосовали за джо байдена меня очень интересует такой знаете вопрос мы сейчас с геной это обсудим а потом включим наши микрофоны есть такая фраза история учит тому что ничему не учит мы знаем мы мы все время скатываемся в такую политкорректность и все время сами себе врем по отношению каких-то исторических фактов а вместе с тем продолжая врать мы приводим нашу страну к катастрофическим в будущем последствиях для еврейского народа я это говорю вполне серьезно и вот я хотел бы вот эти 77 процентов меня очень и очень не то чтобы даже настораживает не то чтобы раздражает они меня просто убивают агент вот эти значит скажу такую вещь мы все время боимся сказать да что в тридцать третьем году банкиры в германии отдали свои голоса одному человеку который потом будем так говорить уничтожил кроме того что он пытался уничтожить весь мир он и пытался уничтожить целый народ почему американские евреи продолжают следовать вот этой вот как сказать может быть даже нелогичной ситуации и голосовать за партию которая в настоящее время полностью превращается в антисемитскую и за человека который находясь на посту вайф президента даже пальцем не пошевелил для того чтобы в чем-то израилю помочь а давай мы сразу перейдем к документу одному очень интересному и напомним нашим люди радиослушателям о том что восемьдесят втором году сенатор демократической партии байден пригрозил премьер-министру израиля минах ему бегину тем что сократит американскую помощь израилю на что премьер-министр бегин великий премьер-министр государства израиль ответил никогда не пугайте нас тем что лишите помощи это не сработает я не тот еврей у которого дрожат коленки я еврей который горд истории своего народа насчитывающий уже 3700 лет когда мы гибли в газовых камерах и печах никто не пришел к нам на помощь и также никто не помогал нам в нашем стремлении строить свое государство мы справились с этим сами и заплатили сполна мы боролись за свои идеалы мы умирали за них и мы до сих пор придерживаемся этих принципов мы будем защищать их и если понадобится снова погибнем за свои принципы с вашей помощью или без это то что сказал премьер-министр бегин сенатору напоминаю сенатору джозефу байдену и поэтому сегодня вызывает очень у меня лично сильное раздражение о том что память по-видимому не главное к сожалению может быть я ошибаюсь для еврейского народа потому что человек угрожавший израилю сокращением какой-то помощи вообще помощи имеет популярность у еврейской общины сша поэтому мы бы хотели бы мы будем открывать микрофон и звоните пожалуйста высказывайте свое мнение и давайте обсудим почему большинство еврейской общины это люди сторонники демократической партии партии социалистов два ген честно скажем на сегодняшний день эта партия откровенных антисемитов это не является для кого-то большой новостью так оно и есть мы все время вот меня я знаю что больше всего как бы не то что волнует а то что мы все время себя пытаемся сами себе врать и не говорить честно о том что происходит мы вот это мы мы стараемся держать себя в рамках этой политкорректности а на самом деле нужно говорить честно и откровенно что в истории происходило почему это происходило тогда у нас есть возможность что в нашей стране тех событий которые происходили в двадцатом веке не произойдут но известно же что евреи всегда были сторонниками демократической партии когда я разговаривал с некоторыми американцами довольно пожилыми они мне утверждали что это произошло в конце войны когда считали рузвельта победителем войны хотя многие забывают о том корабле с беженцами из европы это были евреи которые которых америка не приняла да мы примем звонок пожалуйста говорите пожалуйста здравствуйте здравствуйте во первых большое спасибо что вы не пригласили интервью ируем личность решили поговорить с нами а во вторых я не согласна с вашим выражением что мы все время идем на поводу каких-то своих там привычек и голосуем за демократическую партию мы не голосуем за демократическую партию мы на своем за республиканскую а это делает наши собратья которые уже могут наверное не называться собратьями потому что они вообще считают что не к ивритва никакого отношения не имеет мне так кажется давайте я вам немножко подправлю да вы говорите мы не голосуем да смотрите мы голосуем за республиканцев но дело в том что наши дети а у многих и внуки голосуют за демократов тут плохо неплохо работы но когда ваши дети идут в колледжи университеты но каждый день надо говорить если недалеко говорить по телефону и скайпу и интернету как угодно с ними нужно говорить если не говорить то они будут голосовать так как и общая масса это естественно варваре промывают банки под францбой там ну да но реальность такова что большинство американских евреев в данном случае мы не говорим только русскоязычной общине мы говорим о американских евреев которые в большинстве своем большинстве своем подавляющем большинстве проголосует всегда и везде за демократов а в данном случае проголосовали за господина байдена вопрос вопрос почему да вопрос заключается в другом а евреи все время голосуют за будем такой или красный цвет или черный цвет а потом бьют себе в грудь и кричат нас обижают происходят страшные вещи не только евреи это очень многие люди а вот я сегодня разговаривала с портариканцем а у него брат во флориде двоюродный и он как-то с ним разговаривал и он тот ему популярно объяснил что такое байден что такое демократическая партия что такое трамп республиканская и он не тогда еще там месяца два-три назад радостно сообщил что он теперь все понял и и он теперь перенастроился так сказать и что же в результате я сегодня спрашиваю ну выголосовали ну по-английски да а за кого а ты не разозлишься а я говорю нет за байдена ну правильно вы понимаете это не только евреи да спасибо у нас много звонков вас спасибо большое добрый день говорить говорить все здравствуйте пожалуйста мы слушаем вы говорите насчет евреев которые голосуют демократов по т.д. об их речи нет это я считаю вообще не считаю даже за людей а вот вы мне скажите пожалуйста на тени я вот сейчас поздравил байдена когда еще не все руши но самый край как он выглядит мама моя родная это разве другие страны не поздравили там много там пару я обсказал не хочу выражаться какие страны на тени я у поздравил байдена хотя еще ничего не руши но на тони ага побежал впереди паровоз ну смотри на тони аг уже не может отставать от бориса значит джонсона от меркель он должен быть вот в этом как боится в этом же списке понимаете тем более вы знаете им по поводу на тони агу вам скажу такую вещь когда человеку власти находится больше двадцати лет больше двадцати лет то сознание его меняется считаешь на тони агу пора уйти в отставку пропал звонок продолжим да а к сожалению дамы должны констатировать что бенемин на тони агу про поздравил байдена до ей звонок говорите пожалуйста добрый день добрый день добрый мне кажется что наши американские евреи которые ждут очень очень много они как немецкие во время второй мировой войны в тридцать девятом году они в первом дело американцы а потом уже евреи и американизм выше выше чем еврейство и поэтому так было с немцами немецкими временами стали себя ставить первые первым делом я не мем а потом евреи еще с ними стало вы сами знаете по истории ну может быть такое случится и в нашей стране наверное вы правы здесь можно согласиться да говорите пожалуйста добрый день здравствуйте передачи сейчас акцентируете внимание на том что большинство американских евреев проголосовали за байдена да вот у меня к вам на эту тему вопрос а как это определяется у тебя например пришел на избирательный участок у меня никто не спрашивал национальности как определяется количество или процентное содержание как вы слышали то что я сказал в начале программы а в начале программы я сказал что есть такой сайт называется news сейчас прошу прощения news ru israel и вот этот news ru israel а не существует очень долго благодаря им они написали эту информацию а значит в прошлый раз 2016 году американские евреи в общем процентов 82 поддержали хиллари клинтон а в этом году конечно байден не очень повезло какие другими как говорится этносами да в этом году 77 процентов поддержали байдена вопрос заключается в другом вы можете это зайти на этот сайт news ru israel пускай даже 70 до пускай даже заключается даже не в республиканской партии лично вопрос заключается в человеке дональде трампе который принимал решение по очень многим вопросам касающихся израиля который несет ответственность и вот это не черная и не было неблагодарность в отношении него меня очень сильно я бы не сказал обижает и не в том возрасте чтобы обижаться но меня это действительно раздражает и огорчает что работа человека не оценена я не призываю к тому что все американские евреи должны были отдавать голоса за дональда трампа но 77 процентов извините это довольно большой процент и вот это и это и является бедой тем более что абсолютно недавно израиль заключил несколько мирных договор договоров с арабскими странами что принесет израилю достаточно большие торговые выгоды это при помощи дональде трампа принимаем звонок при помощи дональде трампа конечно говорить добрый день добрый вечер я извиняюсь попросту меня интересует такой вопрос вот вы я согласен с вами моем понятие не 77 процента а сто процентов должна евреев американской благословаться западе не за байденом стари за трампа за трампа почему они делают это или не полностью идиоты или не не знает истории что произошло в тридцать третьем году потому что это все напоминает предыдущую историю и у меня произошла история такая же самая я сцепился с лэндлордом в своем кондоминиуме и меня вызвали к на начале этого кондоминиума евреи и он начал мне говорить что я делаю не я делаю ты делаешь потому что не понимаешь что с тобой произойдет если что-то не дай бог случится первым делом разорвут тебя и что вы думаете он мне ответил он меня знал я как это назвать своем не имею значение вас оскорбил он мне сказал что я неправильно рассуждаю что я делаю плохую атмосферу среди евреев я ему сказал что ты дурак не знаешь истории первое что с тобой случится это тебя разорвут и поэтому эти которые голосовали сейчас за байдена это дебилы которые не понимают что произойдет с ними иначе это все напоминает еще раз повторяет тридцать третий год и все это может повториться я считал что это не ожидание повторится в америке что потому что здесь разные национальности больше нету одной национальности как в россии было ли в германии а видеть получается все то же самое поэтому они просто не понимают и даже люди они не знают истории но меня удивляет что русские которые уехали в россии которые имеют этот опыт они не понимают и они не объясняют своим детям спасибо 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 говорите пожалуйста да вас слышно я хотел только одно замечание сделать мы обсуждаем эту проблему да насколько я понял все данные из какого-то интернет сайта насколько я знаю нас все насквозь живая что возможно даже обсуждать нечего возможно там 8 процентов евреев проголосовали за трампа откуда такая вера смотри смотрите есть определенные организации которые мониторят информацию это еврейские организации связанные с израилем которые вот эту информацию они специально собирают и от раза к президентских выборов наблюдает куда идет течение в какую сторону идет это специально нужно для израиля по очень многим причинам наблюдать о том как еврейская куда еврейская община смотрит это еврейская лобби которая влияет в будущем на решение того той или иной администрации в отношении израиля поэтому это все для для израиля это очень и очень важно чтобы они могли принимать правильные решения и знать как работать с определенной администрацией работа администрации это не то что мы как бы думаем о том что вот он выступил перед журналистами или он там еще как-то сказал это это тяжелейшая работа вот как гена правильно сказал во многих случаях это лоббист решает многие вопросы поэтому поверьте если вы наберете на интернете какое количество то можете даже по-русски на поэтому можете по-английски если у вас хороший английский вам эту информацию все во первых во первых вы понимаете мониторится все возраст людей голосующих пожилые молодые женщины мужчины те или иные группы latinos афроамериканские общины это все это еврейское лобби одно из самых богатых и мощных в америке поэтому это все известно но я бы хотел бы с нашими уважаемые радиослушатели обсудить у нас есть телефонный звонок давай мы у нас обсудить именно проблему в том почти не говорить ах они такие всякие а обсудить почему же на протяжении многих лет как болезнь когда ты приходишь доктору и доктор тебе ставить диагноз ты говоришь вот мне болит что-то он тебе говорит об те болит потому что ты вот это и это делаешь или не делаешь поэтому я хотел бы обсудить с нашими радиослушателей почему почему еврейская община из года в год чтобы не делали республиканцы а в данном случае персонально президент трамп не оценивают это положительно при том что администрация обама и администрация клинтона достаточно много делал отрицательных вещей для израиля и поддерживались еврейской общиной очень мощно вот это давайте обсудим где нам надо поставить диагноз что же происходит внутри почему люди так делают тем более очень важно то что наши дети и наши внуки они присоединяются к этому всему общему хору и я очень боюсь что скоро песня интернационал будет звучать громче чем god bless америка вот это будет довольно печально это так выражают очень культурно это будет печально мы уехали от интернационала для того чтобы ехать к интернационал да чтобы потом получается приехать к интернационал а к этому все идет просто а сми американские они не хотят на это обращать внимание особенно еврейские организации они не хотят обращать внимание они обратят на это внимание когда такие банды как блм и антифа придут за ними как это было в германии как это было в европе европе вот тогда они начнут волноваться говорите мы вас лишь и добрый день добрый добрый день вы подняли вот такой сложный вопрос вы не найдете на него ответа дело в том что в германии германии в которая уничтожала евреев вот сейчас евреи поют ту же самую песню про немцев что и американские евреи в америке так а почему давайте мы ответим вопрос там в германии им хорошо им дают бесплатно медицину им дают бесплатно типа футстэмпов они могут ездить по европе со своим этим пособием и они довольны их это устраивает мы не говорим про советских евреев которые туда приехали мы говорим про евреев которые родились в той или иной стране вот американские евреи здесь родились ходят в синагогу многие из них прошли там нет нет я не считаю мы говорим мы говорим о том что большинство американских евреев послушайте внимательно большинство американских евреев это от 70 до 80 процентов от выборов к выбору независимости от президент поддерживают их да значит их это устраивает ну ну как вы можете человеку сказать что он дурак если он он считает себя умным ну он считает себя так ну ну и понять логики что здесь нету логики вот там то и дело нету логики как вы это видим вот посмотрите у хэри у этой которая у нее муж кто по национальности еврей да она что а что она поет но что значит мне мне значит мне жалко ее мужа спасибо у нас следующий звонок спасибо говорите а вы знаете что ортодоксальные евреи за трампа посмотрите что в нью-йорке были что хотели бы делали и тут у меня дети ортодоксальные евреи и все их друзья проголосовали за трампа так что не надо подожди секундочку а какой процент проголосовала за трамп подождите да они в своей они в своей форме они консервативные люди да это не вызывает удивление ортодоксальные евреи голосовали в двенадцатом году за митаром не они всегда это это часть консервативных евреев общины но но остальная часть вы думаете в цифру 77 82 процента спасибо мы сейчас уходим на рекламную паузу и потом мы вернемся через пару минут и продолжим нашу программу не уходите спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции народная волна чикаго ведущий эдуард брумер и геннадий напомню тему сегодняшней беседы прошли выборы в сша 3 ноября мы не обсуждаем проблемы этих выборов кто когда и где выиграет и так далее тогда мы обсуждаем одну простую тему почему американские евреи большинстве своем проголосуют время от времени голосуют за демократическую партию или для при за представителей демократической партии хочу напомнить что на сегодняшний день демократическая партия сша по моему мнению субъективному мнению является антисемитской партии так как мы знаем представителей женщин которые заявляют об этом находясь конгрессе ни для кого это не секрет что эта партия свалилась в ультра левую партию и ее идеи грозят америке довольно большими бедами и вместе с тем американские евреи люди умные богатые люди которые много чего здесь видели вместе с тем свой голос потомки в большинстве своем тех кто пострадал от антисемитизма и катастрофы в европе до большинстве своем в том числе и не будем скрывать что это наши и дети и внуки они отдают свои предпочтения демократической партии и их лидером в чем заключается проблема ген вот такой вопрос а я еще раз хочу вернуться к 33 году в германии и напомнить нашим радиослушателям что еврейские банкиры 33 году оплатили выбор немецкого народа в пользу адольфа гитлера это ни для кого не секрет но вместе с тем это скрывается вот эта политкорректность она нас убивает и это имеет тоже значение к нашему дню давайте мы примем звонок говорите пожалуйста добрый день добрый день я хотела назвать причин по которой произошло вот то что вот сегодня обсуждаем пожалуйста это ненависть к личности трампа я говорю это не просто так не голословно а я это слышала от очень многих окружающих меня людей кто угодно только не трамп почему потому что он грубый потому что он бабник потому что он не умеет разговаривать потому что он ведет себя не в президентке вот это только части так сказать примеров которые я когда я говорю но он же много белого хорошего да правильно но все равно я его терпеть не могу так одна из причин которая тоже подогревалась эта причина еще с ней которые никогда ни одного доброго слова они мне сказали как человек а спасибо за вашего не но это это в принципе у нас следующий звонок и да говорите пожалуйста говорите пожалуйста это мне да это вам говорите мы слушаем вы продолжаете спасибо я хочу сказать пару слов почему все это в конечном итоге свершилось это свершилось по причине потому что республиканцы это сборище трусов которые не поддержали своего президента демократов не как каменная глыба они все творили вместе их невозможно было так сказать разорвать я просто восхищаюсь его сыновьями которые в последний момент это было немножко поздновато это был глаз вопиющего в пустыне а низко они просто провозгласили республиканцы станьте горой за вашего президента я прошу прощения я понимаю чем вы говорите извините что я вас перебиваю вопрос заключается не в том за кого американцы отдали свои голоса и как прошли выбор мы сейчас обсуждаем тему американских евреев которые в большинстве своем большинстве своем по а значит судя и и это не усилю израил есть такая значит интернет портал 77 процентов проголосовали за байдена нас интересует не потому что американцы голосовали это вопрос другой передачи до американские евреи я не знаю почему они не голосуют я думаю это какая-то какая-то привычка она не привычка привычка какая-то что-то у них сидит диками и поэтому они голосуют за демократов это не так все просто и не на поверхность вы поймете почему почему мы подняли этот вопрос потому что именно дональд трамп как ни другой президент как никто другой другой президент именно он сделал конкретные дела для израиля конкретные не общее как обычно мы помогаем израилю выделяем ту или иную помощь а именно конкретно вот конкретно обещал перенести посольство из тель-авива в иерусалим и сделал это потому что до этого все президенты обещали это сделать все как я не полностью согласна извините я думаю если евреи не состоянии это увидеть значит у них просто куриная мозги вот и все спасибо спасибо вам доброго говорите добрый день пожалуйста гена эдик привет дорогие дали обновишь а чуть-чуть может либо поправлю вас не согласен я с вами я не собирался возглавить на слове боже сохрани но пожар сказали что процентов американцев и евреями когда которые коннационали они пострадали вот во время войны от холокоста это по это потомки это потомки олег мы не не потомки в основном это потомки тех кто приехал сюда в начале двадцатого века вот вот мы да мы пострадали наши семьи пострадали наши бабушки-дедушки погибли на войне и семьи погибли в бабе мерил яру и в минском гетто и вся прибалтика практически была еврейская уничтожена вот мы знаем об антисемитизме не понаслышке это нам кричали убирайся в свой израиль жидовская морда это нам поджигали двери входные когда мы уезжали в америку вот мы это ощутили они этого не знают они слышали об антисемитизме только понаслышке где-то у кого-то там погибли во время войны на своей шкуре испытали вот тогда может быть они поменяли бы свое мнение и голосовали бы не за антисемитов которые сидят в конгрессе олег олег ты знаешь я немножко чуть-чуть с тобой поспорю это хорошо что мы имеем свои это а ты знаешь есть такая замечательная книга бешевиса зингера лауреата нобелевской премии который называется враги и я не буду ничего утверждать но все-таки после войны после войны в америку приехала довольно много евреев с европы которые все это видели и все это на себе прочувствовали понимаешь то есть будем так говорить мы спорим как бы это детали да но в принципе говорить только о том что это те евреи которые приехали там в начале двадцатого века это не тоже не очень так будем говорить корректно я не сказал что это да да это все основная масса вот 90 процентов евреев это именно потомки те кто приятно наверно до революции после революции то приехать забывайте что в основном все евреи европы были уничтожены сюда приехали только те уже там единицы которые спаслись в дании там вывозили несколько сот или пару тысяч евреев вывезли это вот те потомки те кто приехали олег смотри сегодня такой открытый мир что сегодня информация доступна на 1 до щелчком пальца и ты можешь получить любую информацию о том что происходило с израилем с евреями в двадцатом веке эта информация она то есть она тебя убеждает понимаешь то есть это то же самое как говорить о том что я пью алкоголь но он меня не пьянит понимаешь согласись поэтому удивляет понимаешь это я вообще обращается ко всем радиослушным не только колен что это удивляет почему человек конкретно кстати мы сегодня говорим о дональде трампе сделавший за четыре года только все остальные за два срока понимаешь вот это вот это поражает то есть это не просто обещание я вам обещал ну вот не получил он конкретно сделал раз два три он выполнил тем более что это не то что это было когда-то а это было гена эдик ребята если я вас не люблю передача шикарно не было на радио я обязательно буду звонить и говорить вам гадости то же самое с трампом каким бы мне хорошим сожалению да это дело вот как в том анекдоте ну не люблю я тебя не люблю вот и все спасибо 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 давайте счастливо счастливо говорите пожалуйста нету вопрос еще заключается именно в том знаешь как бы это сказать евреи является источником социализма все время хочется кого-то как сказать облагодействовать да есть такое слово да да бы люди жили лучше чтобы люди жили как-то счастливее и вот я смотрю в нашей стране это происходит тоже то есть главные вот лидеры дима либерализм и либерализма его демократической партии там чак шумер и чтобы вот эти вот дамы антисемитки не говорили нет вот этого как сказать резкого внимания к тому что они говорят вместе с тем я не пожалуйста конгрессмен чаковский не на далеко ходи вот всегда есть такое как бы умолчание то есть лучше ничего не говорить чем говорить что-то против потому что могут вот эта политкорректность кстати созданная демократической партией большинстве своем даже не большинстве своем они ее создали то есть привели страну к тому что мы должны все время молчать поэтому самая интересная вещь заключается в том что если через четыре года спросить кто же голосовал за байдена все скажут нет не мы говорите пожалуйста говорите пожалуйста добрый день здравствуйте говорите пожалуйста очень приятно ваш вопрос по поводу американских евреев а что вы подразумеваете под словом еврей вот чак шумер например по национальности еврей а по духу ли он а мы мы под мы дух не берем дух не голосует на выборах понимаете дух на выборах не голосует я имею ввиду дух еврей в человеке когда человек по национальности одно а чувствует ли себя он поверьте поверьте он вам скажет что он чувствует себя настоящим евреем он а скажем так ходит в синагогу он знает писание он вам скажет что он стопроцентный еврей и помнит всех своих родственников погибших в холокосте уверяю вас что он равно как и берни сандерс и и берни сандерс так это так это все идет в одну копилку и берни сандерс мы и об этом говорим да да но вот именно понимаете когда вы как люди прин принадлежащие к единому целому народу понимать вы себя чувствуете частью великого народа правильно да а когда вокруг тебя с детства и пропаганда не все твое окружение и либеральные колледжи университеты говорят что ты часть планеты земля понимаете в рамках тороповской идеологии единая планета единый народ то выделять в нем еврейство украинство славянство вот смотрите я вам приведу пример вот вы только что назвали три фамилии ну я думаю что вы не специально вспоминали но вот вы назвали фамилию шумера вы назвали фамилию сороса и вы назвали фамилию сандерса вот это знаете как мы с вами препарируем да и вот пожалуйста не надо далеко ходить мы нашли три части а источника скажем так опухоли и все эти опухоль называется одним словом jewish people понимаете во первых давайте говорить о том что в америке евреи это не национальность это религия то есть человек исповедующий иудаизм иногда ходящий в синагогу он является евреем правильно то есть я бы мог понять тех евреев которые в 70-х годах в 60-х годах поддерживали демократическую партию какой-то степени я еще бы мог подать понять но сейчас когда столько источников информации открытый интернет когда вы видите то что происходит внутри демократической партии когда в летом видите как бандиты блм и антифы грабят и как говорится разбивают улицы и так далее а мэр города меня плюс еврея по на по вероисповеданию буду правильно в этом преклоняет колено то вот это вызывает очень большой страх и непонимание да то что там мэры там даже финаторы депутаты это неважно а вот не интересно что говорят на это рэбэ а рыбы молчат а рыбы молчат а вот а вот вот тут-то как говорится где собака по рыбам понимаете вполне возможно вы правы с этим можно согласиться я могу кстати это хороший вопрос да спасибо говорите пожалуйста добрый день очень страшно я вам отвечу на ваш вопрос на вашу как говорится то что вы нас обвиняете еще раз повторяю есть такое понятие политкорректности мы сами себе всегда боимся сказать правду правда заключается в том что евреи приводят в власти разного рода бандитов под любыми идеями социализма коммунизма еще каких-то идей прогрессивные идеи так далее а потом от этих же идей от того что они поднимают руку и голосуют за это они страдают и бьют тебя в грудь потом и говорят боже как же нам плохо почему нас так не любят во первых во первых хотел бы сказать что в себе надо тоже разбираться и копаться не говорить что кто-то виноват а на себя надо тоже посмотреть в зеркало есть исторические факты на которые нужно обращать всегда внимание прежде чем обвинять кого-то в антисемитизме спасибо добрый валите здравствуйте я не согласна что это нельзя обсуждать как раз наоборот для того чтобы с проблемой бороться и и сначала надо идентифицировать потому что иначе мы можем бороться совсем не с тем что на самом деле нужно и вот как раз нужно обсуждать что правильно делается и что неправильно поэтому это нельзя так говорить и знаете ну как вам сказать а вот что я хотела спросить может кто-то знает телефон хатлайн трампа они сейчас собирают же информацию о нарушениях во время это надо на интернете посмотреть мы сейчас не можем в течение нашей передачи это спасибо говорите пожалуйста добрый день у меня к вам серьезный вопрос очень влияние израиля на голосование американских евреев есть или нету благодарю спасибо я думаю что я вам просто отвечу влияние израиля на американские голоса нету израиль может болеть кстати большинстве своем израильтяне болели за трампа в это не большинстве своем а 95 процентов но не думаю я нигде такой информации не читал говорите пожалуйста добрый день добрый день у меня к вам вопрос вам сколько лет 60 плюс я могу вас огорчить вы не являетесь американским евреем вы являетесь советским евреем потому что как я думаю вы приехали в эту страну ну в крайнем случае 40 лет назад значит вам было 20 чем-то я уже я уже говорил об этом вы можете это все на интернете если захотите узнать наберите какое количество евреев американский голосовал за байдена и тогда вам даст это всю информацию спасибо этому говорите пожалуйста добрый добрый а тут я не по этой ведущей слушатель сказал что рыба ничего не говорят так вот я рыба я решил вам позвонить спасибо вот я хочу сказать что в данной ситуации говорить что-то не надо не надо никому доказывать что земля крупа это понятно это просто сейчас пошли такие процессы когда никакая социальная защита не поможет и только моральное качество людей такие как моральное качества судей моральное качество избирателей моральное качество тех кто считает голосов глазом могут быть заслоном всяким процессом которые плохим процессом которые сейчас происходит вопрос к слушателю который говорит что у нас евреи в америке это вероисповедания откуда вообще это взято Во-вторых, мэр города Миннеаполис, он еврей, верующий еврей, есть три направления, или больше в иудаизме. Знаете, есть направление иудаизма, которое иудаизм пытается перевести в социальное какое-то функционирование, это одно. А есть направление иудаизма, цель которого усилить моральное функционирование человека, сделать человека более моральным, более ответственным. Вопрос, какое из этих направлений придерживается мэр Миннеаполиса? Я думаю, что если вы ответите на этот вопрос, то вам все станет понятно. Рэба, у меня к вам вопрос, раз вы уже позвонили, спасибо вам большое. Все-таки, почему на ваш взгляд, может быть даже субъективный, почему вот такое количество, мы сейчас не будем обсуждать 77% или 80%, это такое не имеет значения уже. Почему большое количество евреев раз от разу, на ваш взгляд, поддерживает либо демократическую партию, либо кандидата? При всем при том, что на этот раз Трамп, как президент страны, сделал огромные, будем так говорить, шаги в отношении Израиля. Положительные, естественно. Как вы думаете, почему? Все очень просто. Религия призвана усиливать моральное качество человека и моральную устойчивость. Когда это у религии забирает, исчезает религия. А человек существовать не может без религии. Если это подобно ребенку, когда ребенку не дают еды, он начинает есть дем. Называется пика, десорден. Если у человека нет религии, тогда он находит себе другую религию. И эта религия может быть для него подобна, как земля для ребенка. И вот сейчас это мнение одного из евреев, которые поддерживают демократическую партию. Демократическая партия, старый либерализм, они стали лиригией. И поэтому они к демократической партии относятся как к религии. И поэтому никакие другие увещевания, никакие доказательства не помогут. Это вера. Как говорят по-английски, blind faith. А, Рэба, скажите, пожалуйста, что нужно делать для того, чтобы в большинстве своем еврейская община все-таки голосовала про-израильский? Значит, смотрите, нужно начинать с себя. Если корни проблемы – это моральные устои людей, нужно усиливать свои моральные устои. Все начинается с самого человека, с самого человека. Все начинается с нас самих. Нужно приводить свет в этот мир. И, как говорят наши источники, небольшое количество света может оттолкнуть много темноты. Нужно быть примером. И делать, я понимаю, что все сразу соблюдать – это очень трудно и даже нереально. Но делать какие-то маленькие шажки в этом направлении – это добавит света в этот мир. И этот свет может оттолкнуть громадное количество темноты. Спасибо вам большое за ваше мнение. Мы можем принять еще один… Но уже нет. Хорошо. Все, значит, мы тогда сегодня заканчиваем передачу. Большое всем спасибо за участие. И, как говорится, до следующего раза. Берегите себя. Все будет хорошо. Продолжение следует...